Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и мы продолжаем наш разговор о футбольном клубе Челси, который сейчас буквально застыл в полупозиции. С одной стороны, понятно, что в силу политических и прочих причин Абрамович и его команда больше не могут владеть, руководить и использовать футбольный клуб Челси. Поэтому они вынуждены сейчас отказаться от коллектива и передать его новым владельцам. Но вот ведь незадача. Покупатели-то есть, но купить они клуб не могут, потому что на него наложены санкции и в результате команда вот так вот буквально зависла. И вот сейчас появилась хоть какая-то позитивная информация. Представители английской премьер-лиги сообщили, что АПЛ снимает все ограничения с клуба и разрешает провести вот эту сделку. Судя по всему, Челси будет передан американскому владельцу, миллиардеру, который также владеет клубом Лос-Анджелес Доджерс. И это будет очередной, получается, американец, очередной Янки, так скажем, который понаехал в Британию и решил здесь купить себе футбольную команду. Ну или, как они говорят, сокерную команду. Простите меня за это ужасное слово. Ну и давайте обсудим, что это значит и каковы перспективы Челси и насколько близок Челси к выходу из этого тяжелейшего кризиса. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, во-первых, что очень важно. Сейчас с Челси снята лишь часть санкций. Английский премьер-лига больше не накладывает на клуб никаких ограничений и не имеет никаких вопросов касательно будущего. То есть они согласны официально передателю. Итак, что очень важно. Хотелось бы отметить сразу, что пока что Челси находится под санкциями. Потому что, да, английская премьер-лига свои ограничения сняла. Но по-прежнему есть ограничения, которые были наложены британским правительством. И вот здесь все может быть куда сложнее. Потому что английская премьер-лига, она как бы кровно заинтересована в том, чтобы один из флагманов футбола, один из главных клубов страны, которые привлекают и болельщиков, и телевизионные контракты, чтобы он мог нормально развиваться и функционировать. Для них это вопрос, ну, не то чтобы жизни и смерти, но для них это принципиально. А вот что касается британского правительства, ну, вы сами видели Бориса Джонсона. Это человек крайне специфичный. Это тот самый человек, который призывал фанатов Челси перестать поддерживать Абрамовича, который, собственно, всячески лоббировал вот эти вот санкции по отношению к лондонскому Челси. И, разумеется, для Бориса Джонсона и его политической элиты сейчас самое главное – это не спасать английский футбольный чемпионат или какую-то футбольную команду. Самое главное – это показать политическую солидарность, позицию и все остальное. Так что они, скорее всего, некоторое время еще будут давить на Челси, и здесь придется, конечно, договариваться. Но то, что английская премьер-лига уже согласилась снять свои ограничения с Челси, но это уже хоть какой-то шаг вперед. Так что здесь, возможно, немытьем, таккатанем, лоббированием и еще как-нибудь удастся все-таки добиться нужного результата. Потому что сейчас, ну, мы видим, что клуб находится в кризисе, называя вещи своими именами. Это заметно и в плане результатов, потому что, если вы обратите внимание, вот примерно с того момента, как пошли сообщения о том, что Абрамович покидает команду, примерно с этого момента начались и неудачные результаты. В последних 14 матчах у Челси всего 6 побед. Ну, вообще ни о чем, учитывая масштаб этого коллектива. За это время они окончательно потеряли шансы на чемпионат Англии, на то, чтобы вклиниться в борьбу за золотые медали. А ведь могли бы совершить рывок, как тот же самый Ливерпуль, и могли бы сейчас быть где-нибудь рядом в последнем туре. Они потеряли Лигу чемпионов завоеванную в прошлом сезоне и так далее. В общем, все это печально. И, конечно же, кто-то скажет, что футболистам пофиг, кто владеет клубом, и что там происходит на вершине вот этой пирамиды Челси, что за интриги, что за скандалы там идут. Но давайте все-таки осознавать, что клуб – это целостная единица, и поэтому, если наверху у Абрамовича и его команды большие проблемы, то это так или иначе рано или поздно передастся и футболистам. Чувство нестабильности, чувство неопределенности будущего, когда непонятно, выдадут ли тебе новый контракт на такие же деньги, будут ли такие же амбиции у Челси в будущем с новым владельцем. Все это сказывается на игроках. И в результате мы видим спад результатов. Мы видим очень странную ситуацию с трансферами, когда, например, тот же самый Кюнде, защитник Севильи, ну, он уже фактически игрок Челси, там есть много инсайдов, что уже все обговорено, все деньги заплачены, просто вот ждут, когда снимут санкции, чтобы нормально можно было объявить футболиста. При этом из команды активно уходят игроки, причем уходят свободными агентами. И здесь, конечно, можно сказать, да и плевать на них, но ребят не последние уходят. Понимаете, Рюдигер, Каистенсен, Аспеликоэто, сейчас появилась информация, что Маркос Алонсо уйдет, еще некоторые футболисты. Все они уходят бесплатно, их нужно будет заменять, и заменить их будет не так просто, наверное, учитывая то, что новым владельцам нужно будет время, чтобы, так скажем, реорганизовать команду. Плюс к этому все вот это вот происходящее, конечно же, сильно бьет по Томасу Тухелю, который хочет стабильности, хочет какого-то развития, а тут, понимаете, команда зависла в полупозиции. И да, новые владельцы потенциальные уже пообещали Тухелю хорошие трансферы, чтобы его удержать, но тоже непонятно, готов ли немец сейчас оставаться в команде, чье будущее не определено вообще в принципе. Учитывая то, что Тухель, ну, сейчас это человек, который считается одним из лучших наставников мира по праву, и вы знаете, тут всякое может произойти. Вдруг в Париже люди наконец-то протарезвеют и начнут думать головой, и на коленях пойдут просить Тухеля вернуться. Скажут, что все, мы все простим, пожалуйста, вернись. Так что здесь всякое может быть, и вот этот, знаете, период, который Челси пребывал в неопределенности, он сказался и на результатах, и на трансферах, и на перспективах, и акции клуба там тоже, конечно же, не прибавили в цене. И вот в этих условиях мы видим, что вот этот лозунг «футбол вне политики» или «спорт вне политики», он, конечно, уже настолько далек от реальности, что дальше некуда. Челси просто подкосили вот всей вот этой историей. И, знаете, я бы еще понял, если бы Абрамович был человеком, там, не знаю, который прям напрямую связан с российской правящей элитой, допустим. И так далее. Но мы понимаем, что этот человек уже с португальским гражданством, который все свои проекты уже связывает с зарубежным бизнесом. Сейчас вот он вроде как был посредником даже на мирных переговорах каких-то между Россией и Украиной. И вот его бомбить вот таким вот образом, ну, это уже даже немножко странно. Я не то чтобы сопереживаю миллиардеру, тем более учитывая то, как он свои миллиарды у нас в стране заработал, но я просто говорю о том, насколько странно выглядит вся эта ситуация и как вот здесь то же самое британское правительство влазит в дела футбольные и ведет себя как слон в посудной лавке. В общем, знаете, мне кажется, чиновники, по факту, они везде какие-то тупые. И не только у нас там в России, в Украине или еще где-нибудь, но и в Англии тоже своих дегенератов хватает. По итогу, мы получили ситуацию, при которой один из топовых клубов сейчас до сих пор, во-первых, пребывает в безвременье, во-вторых, даже если сейчас уже британское правительство снимет санкции и команда нормально перейдет к новым владельцам, уже можно констатировать, что клубу нанесен колоссальный урон и еще неизвестно, когда они от этого урона оправятся. В общем, молодцы там. Ребята в Вестминстере, в правительственном квартале Великобритании натворили делов и в результате Челси только вот потихонечку начинает из этой ситуации выправляться, выходить. Да и то, до сих пор неизвестно, когда британская власть отменит свои санкции. Но, как говорится, лед тронулся. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.